Амурская осень Давайте вспомним, с чего все начиналось. Конечно же, с прилета именитых артистов. В прошлые выходные в Благовещенске высадился огромный звездный десант, примерно 150 человек. Причем прилетели они к нам из двух городов, из Москвы и Южно-Сахалинска. Кто прилетел и с какими эмоциями, вспомним из следующего сюжета. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Именно эти строки из юмористического журнала «Яралаш» вспоминаются при виде знаменитого режиссера и сценариста Бориса Грачевского. В последний раз на Амурской земле он был пять лет назад. Признается, с тех пор областная столица значительно расстроилась. Я хочу повстречаться как можно больше со своими зрителями, которые здесь живут. Это изрядно далеко от Москвы. Я не так часто здесь бываю, поэтому я надеюсь, что у нас будут встречи. Это, наверное, самое интересное. И зрители увидят еще меня в совсем непохожей ситуации, потому что никто не подозревает, что я еще и пою. Да. И вот в моем фильме, который в финале поет Филипп Киркоров, песню на мои стихи, а в телеверсии моего фильма будет называться «Любовь по ногам». Пою я сам. В этом году на телеэкраны выйдет тысячная серия «Иралаша». А это большой праздник, поделился Борис Юрьевич, ведь за плечами более 40 лет труда. Вместе с нашей съемочной группой прилетевших артистов встречал советский и российский актер театра и кино Юрий Чернов. В Благовещенск он прибыл раньше, около пяти дней назад. За это время ему удалось посетить несколько отдаленных районов Преамурия. С группой, так сказать, небольшого десанта проехали по районам. И вот буквально вчера приехали из ЗЭИ. Были на ЗЭИ с КГС. Было потрясающе все. Очень хорошая поездка. Мы выступали в Шимановске, в Прогрессе. И много-много было всяких интересных, забавных встреч с удивительным вашим краем и с удивительными людьми, которые живут в вашем краю. Амурская энергетика зарядился на пару лет вперед и российский актер Тимур Ефременков. За несколько дней он уже объехал семь районов и городов. На фестивале в Благовещенске Ефременков частый гость, поэтому точно знает, что хочет получить от этого визита. Обойти все бани в Благовещенске. Две уже посетили. А, нет, одну посетил. Одну в Белогорске посетил, одну в Благовещенске. Новокиевский Увал, Ивановка, Тамбовка, Новогеоргиевка, Возжаевка, Серышева. В общей сложности на фестивале «Амурская осень» с 19 по 26 сентября побывает порядка 250 артистов. Это и Евгений Аксенов, и группа «Чистый голос», и Лиза Арзамасова. И сейчас, буквально через некоторое время, Вера Глаголева, Александр Балуев. И здесь уже находятся Анна Ардова и Максим Дрозд. И практически все в полном составе членов жюри. Это Ирина Ршевчуков, Севолод Шиловский и Давид Шнедоров. То есть в общей сложности практически мы уже чувствуем, вы смотрите, как за моей спиной гости «Амурской осени» наполняет гостиницу «Азия». И мы готовы встречать. Уже большой десант, порядка 120 человек уже находятся в городе Благовещенске. Женика Федреева, Роман Юдаков, Первый областной. Ну, пожалуй, самое первое, самое массовое знакомство амурского зрителя с артистами «Амурской осени» прошло именно здесь, на набережной реки Амур. Ведь именно здесь, 18 сентября, прошло массовое мероприятие под названием «Гуляние на набережной». Здесь были артисты фестиваля. Они пели, фотографировались с поклонниками, раздавали автографы. Кто, как и кого удивлял? Расскажем прямо сейчас. «Прощать и уметь просить прощения, даже если, может быть, мы неправы». Увидеть своего зрителя не со сцены, а вот так близко, большое счастье признались артисты, которые в этот вечер вышли на Благовещенскую набережную. Концерт прямо на улице всем пришелся по душе. «Я тебе да расскажу, как один домой хожу, перепелушка ж моя, о-о-о-ох, если закры, если закрыла». Артисты дарили творчество и сами смотрели на то, что происходит на одной из больших площадок под названием «Набережная». «Я обожаю этот город и все мои коллеги возвращаются сюда с огромным удовольствием на те, кто приезжает первый раз, влюбляется в Благовещенск надолго». Она всем известна по роли Галины Сергеевны из нашумевшего сериала «Папины дочки», снималась Елизавета Арзамасова и в известном фильме «Любовь в большом городе». Как нам рассказала гостья областной столицы, в этом году артисты Амурской осени для жителей Благовещенска подготовили сюрприз. В прошлом году они совместно сняли кино про закулисную жизнь фестиваля. И уже в этом его представят большой публике. «Покажем его Благовещенцам, надеясь, что они оценят, им будет приятно наверняка видеть на экране свой город, родные места, узнавать свои лица, потому что мы снимали на улице Благовещенска». Уже несколько артистов признались нам, что встречи с Благовещенском и нашим зрителям дают им энергию на целый год. Те же эмоции испытывает и участник шоу «Голос» Наиль Гемодеев, который в Амурскую столицу приезжает уже не в первый раз. В том году для меня это было неким таким открытием, когда 300-400 человек, актеров, певцов, вообще творческих людей собираются в одном месте и дарят людям творчество, душу, любовь. И меня это очень затронуло. И вот в этом году я приехал тоже в таких же ожиданиях, дабы насладиться этой энергетикой и целый год пахать, потом пахать и пахать. В этот вечер на набережной Амура выступили Алена Бикулова, Иван Заматаев, семейный дуэт Ольги Лапшиной и Сергея Старостина и другие мини-концерт, организован у Ротонды, провел известный музыкант и шоумен Сергей Шустицкий. Всего на набережной в этот вечер работало семь площадок, каждая из которых была индивидуальной. В одной точке выставка рисунков, в другой – ярмарка изделий ручной работы. Поблизости ставили театральные зарисовки и даже снимали фильмы. Мне просто все нравится, нравятся артисты, нравится, что это близко к народу, они рядышком, можно увидеть, посмотреть, послушать рядышком. В восторге, как все хорошо организовано. Нам очень нравится наша набережная, за то, что много очень людей, много с детьми, весело, и буквально отойдешь чуть-чуть, и там уже новое мероприятие. И Валаамский хор выступил, и наши, по-моему, пенсионеры выступили. Великолепно. Вот до следующего оркестра идем, послушаем, я думаю, будет хорошо. Гуляния по набережной всем пришлись по душе. Заезжие артисты смогли посмотреть на наш город с точки зрения обычных туристов, пообщаться со своими поклонниками. А благовещенцы просто хорошо отдохнуть и приятно провести время. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Первый областной канал. Амурская осень официально открылась 19 сентября. И уже по традиции, как обычно, все началось с красной звездной дорожки. Несколько десятков столичных артистов прошлись перед зрителями. Среди них Лиза Арзамасова, Анна Ардова, Николай Добрынин, Екатерина Волкова и многие-многие другие. Первым на красную дорожку по традиции вышел президент фестиваля Сергей Новожилов. Затем губернатор Александр Козлов с супругой, мэр Благовещенска и областной министр культуры. Потом перед зрителями появились артисты. Кстати, даже несмотря на то, что на улице было достаточно темно и открытие фестиваля проходило в рабочий день, понедельник, люди заранее занимали места на площади Ленина, чтобы посмотреть на любимых актеров и режиссеров. Что примечательно, в этом году по красной дорожке прошлись и амурские кинематографисты, а также члены народного жюри. Те люди, которые будут судить кинофильмы конкурсной части Амурской осени. И хотя на улице в день открытия было довольно прохладно, многие артисты радовались амурской погоде. Это было какое-то чудо. Мы вышли из самолета, а тут солнце, жара, мы утепленные в свитерах, в куртках. Это просто чудо. Я благодарю Вселенную и Бога за то, что нам такой подарок. Потому что здесь в Москве просто ужас. Хочется только спать и ничего не сделать. А здесь действительно праздник получился. Мы прилетели и праздник. А сразу после звездной дорожки артисты, да и многие зрители отправились в общественно-культурный центр. Там прошла официальная церемония открытия 14-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Все это Первый областной канал показывал в прямом эфире. Ну а прямо сейчас давайте вспомним лучшие моменты. И если сам президент верит в чудеса, значит фестиваль пройдет на отлично, даже несмотря на понедельник. Кстати, организаторы честно признавались, очень переживали, что в этом году осень началась именно в первый день недели. Вот поставишь ему единицу, а потом выйдет из него Юрий Никулин и получится, что я душил будущее нашего искусства. Доживем до понедельника. Отрывок из известного фильма показали зрителям не случайно. Главный герой фильма Юрий Чернов – блистательный народный артист России. Гордость и гость «Амурской осени». Десять лет назад именно он открывал памятник Гайдаю в «Свободном». В этом году глава города Роберт Каминский преподнес актеру неожиданный подарок – миниатюру того самого памятника. Я стою на сцене театра «Сортивы» и каждый раз говорю спасибо Господу Богу, что я стою на сцене, на которой играли эти великие актеры. Я счастлив, что сейчас я стою на этой сцене и держу в руках приз имени Галина Иоанна Гайдая. А вот Екатерина Волкова впервые на «Амурской земле» на открытии фестиваля актриса исполнила песню собственного сочинения. Она не просто гость торжественной церемонии, а она играет главную роль в царском подарке. Этот спектакль – участник конкурса «Антрепризы». Среди гостей «Амурской осени» в этом году и двое молодых ребят – Влад Конопко и Макар Запорожский. Больше известные как «Щука» и «Кислый» по сериалу «Молодежка». Правда, в этот раз ребята выбрали для себя немного другое амплуа – не хоккеистов. Перед началом фестиваля была проделана огромная работа. Из сотен короткометражных картин отобрали 24 коротких метра. Среди них такие работы, как «Сошедший с рельсов», «Враги», «Доставка надом» и «Любовь». Также в список вошла и картина амурского режиссера Олега Семенца «Была война». Шесть призов ожидают и полнометражное кино. Председатель жюри в этой категории – Вера Глаголева. «Для нас, конечно, большая ответственность и большая честь, что мы сегодня будем, что мы вообще здесь будем судить картины своих коллег. И очень важно почувствовать, почувствовать сердцем. Вот это, я думаю, мы будем делать. У нас замечательная компания, прекрасные мои друзья. Я думаю, что мы найдем общий язык. Я давить не буду, обещаю. И я думаю, что все будет у нас хорошо. Мы будем честно, честно судить. Ответственным за короткий метр назначили актера Владимира Шевелькова. А вот выбирать лучший спектакль предстоит Всеволоду Шиловскому. Судить будут позже, а этот вечер был посвящен только празднику, который продолжался и для судей, и для самих актеров. Дуэт из спектакля «Саундтрек» со своей игрой на стуле покорил и обескуражил даже самых искушенных зрителей. Ирина Кобзарь, Первый областной. Две истории в один день. 20 сентября зрителям показали сразу две конкурсные постановки «При чужих свечах» и «Царский подарок». Кстати, главные роли в «Царском подарке» сыграли Николай Добрынин и Екатерина Волкова. Подробности в следующем сюжете. У меня все получится. У меня все получится. Витя готов? Все, включай фонограмму. Она устроила этот прием для себя в память об одном давнем романтическом знакомстве. Он и не подозревал, какие загадочные пути позволили им встретиться. Это история о том, как амбициозный актер приехал в провинцию заработать себе на новое сердце. Его за годы карьеры изрядно посадил. На подмостках глубинки герой встречается с прежней любовью, которая, как выяснилось, не прошла. Узнал актер свою спутницу по таинственному голосу. Но театральная спутница решила скрыть свое истинное лицо перед известным актером и тем самым поиграть его чувствами. В финале истории провинциалка Анна скидывает маску простушки и предстает истинной царицей чувств. Она и бывшая любовница заезжей знаменитости, и настоящая жена губернатора. Последний то и должен был оплатить актеру его новое сердце в обмен за выступление в провинции. «Что? Пусти!» «Туда, куда ущипнул?» «Ну что?» «Милочка, прости, я не могу писать, щипать женщину без дальнейшего продолжения». «А то я сейчас тебя ущипну, а ты опять закричишь. Не гони, лошадей!» «Я знаю, проходили уже». 80 минут внимания зрителей было приковано только к ним. Главные роли спектакля сыграли известные по роли Митяя из сериала «Сваты» Николай Добрынин и Екатерина Волкова. Как нам призналась актриса, это игра на разрыв аорты. Здесь в полсилы не получается. Нужно работать с полной отдачей, иначе зритель обнаружит фальшь. Я всегда нахожу общие, конечно, со своими героинями что-то. Естественно, из себя что-то беру. Но вот моя актриса, она вот такая, не просто актриса, а актриса, которая стала царицей. Первая моя вообще антреприза, я раньше не играла. Но это не совсем антреприза такая. Это все-таки цельный такой спектакль на двоих актеров. У меня потрясающий партнер Николай Николаевич Добрынин. В общем, с ним не страшно. С ним всегда здорово. Он слышит на сцене, видит партнера. И это большое счастье. Царский подарок. Спектакль, обреченный на успех. В нем есть место юмору, мудрости, искренности и глубокому смыслу. Перед зрителями на сцене разворачивается одна история любви, одна встреча, которая меняет жизнь героев и становится для них настоящим царским подарком. Ростислав Азизов, Игорь Карпов, Первый областной канал. Ну а теперь поговорим о конкурсной программе фильма. В 20 сентября стартовали показы в Благовещенске. Открылась киночасть «Амурской осени» сразу двумя лентами. Это фильм, о чем молчат французы и Телли и Толли. Фильм, которым открылась конкурсная часть полнометражных картин «О чем молчат французы». Это работа Владимира Шевелькова о том, как на первый взгляд обычный житель Питера приобрел необычные способности. Чудеса да и только. В одной из главных ролей Кирилл Варакса. Многим он известен по сериалу «Тест на беременность». О картине, о чем молчат французы, говорит коротко. Она о любви. Фильм о любви. О любви женщине к мужчине. О том, на что способна эта любовь. Какие она дает нам силу, уверенность. Мы же становимся героями сразу. Мы берем города, совершаем подвиги. Вот об этом. Несмотря на то, что картина не собрала полный зал, восторженных зрителей было много. Следующий конкурсный фильм «Тели и Толи». Несмотря на, казалось бы, немного детское название, история весьма серьезная. Все происходит в горах Северного Кавказа. Здесь проходит граница двух деревень – грузинской Тели и осетинской Толи. Граница весьма условная, потому как жители ходят друг к другу в гости и дружат с семьями. Но их пытаются разделить визами и пограничниками. Философская даже международная история рассказана с грузинским юмором. Здесь есть где посмеяться, а где задуматься. Наверняка каждого зрителя задел момент, когда официальные границы делили даже кладбище. Режиссер фильма Александр Амиров, но представляла его продюсер Наталья Иванова. Позже она рассказала, над этой картиной мечтала работать давно. Просто вот такие вот моменты, вот это хорошее грузинское кино, ну как аромат какого-то вот, какой-то такой прошлой жизни. Мне вот это хотелось пахнуть. И рассказать очень о серьезных вещах, просто о глубоких серьезных вещах. И о которых сегодня практически разговор с экраном не идет. Насколько хороши кинокартины определяет конкурсное жюри под председательством Веры Глаголевой. Кроме того, свое мнение о фильме могут высказать и зрители. После каждого показа они голосуют. Затем после подсчета голосов определяется лучшая работа по зрительским симпатиям. Яна Лисовая, Андрей Цветков, Первый областной. Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям рассказали о том, как создается любимый с детства киножурнал «Яролаш». Борис Грачевский выступил в Благовещенске в рамках «Амурской осени» со своим творческим вечером. Он поделился тайнами, что ждет нас в новом сезоне, а также предложил открыть в Благовещенске студию для киносъемок. «Сегодня я вас хочу расстроить, вы не увидите ни одного известного для вас сюжета. Будет абсолютно новая история. Чего вы радуетесь? Никто ж не знает, смешно или нет. Что вы обрадовали?» И действительно, честь увидеть новые выпуски известной всем с детства телепередачи выпала амурским школьникам, которые, помимо того, что оценили свежие выпуски «Яролаш» и еще до их выхода на экраны телевизоров, также еще и узнали о том, как же проходят съемки детского киножурнала. «Сниматься там было не трудно, но нужно было один очень трудный кадр. Мальчик должен был упасть в колодец и уйти с головой. Лететь там недалеко, метра три, ну и опасность какая? Вдруг не выплывет. Надо было прыгать, все волнуются, звучит команда. Приготовились, мотор, начали, пошел, мальчик полетел вниз, упал в воду, ушел с головы, сердце у нас просто остановилось от ужаса. Секунды, как вечно, вныль, как зарет. Во, классно-то как! Таких слов в сценарии не было. А что ему понравилось? Он не ожидал, а мы, честно говоря, забыли, предупредили, что воду в колодце мы подогрели. И вот так понравилось, он еще пять раз в теплую водичку с удовольствием бухнулся. На шестой, как народ, так пулей вылетел с криком. «Вы что? Я в такой кипяток больше прыгать не буду». Беспорядок, неразбериха и путаница. Именно так Борис Грачевский характеризует Иралаш, которому в этом году исполняется 42 года. За это время большой командой профессионалов было снято 56 часов и 20 минут веселых, а самое главное – жизненных сюжетов. На встрече с отцом Иралаша благовещенские ребята вспомнили и самые полюбившиеся серии. «Я помню серию, где…» «Я помню, мы обменили. Ты помнишь?» «Давай уже прошло». «Ну, там один мальчик, он сломал себе ногу». «Ну, там, по-моему, я не помню, где…» «Я помню, я помню». «Даже я уже не понимаю, какую он ногу сломал. И чего?» «Ну, и там два брата-близнеца и одноклассника». «Ох, нифига себе, садись, не сломал ногу, а ушиб». На сегодняшний день в эфир вышло более девяти сотен сюжетов. Сейчас полным ходом идут работы над съемками юбилейного, тысячного. Его зрители увидят уже через пару месяцев. Сам Борис Юрьевич много времени проводит на работе, но на съемках никогда не присутствует. Как отмечает директор программы, он гордится своим коллективом и киножурналом в целом. И даже приехав в Благовещенск, он продолжает лично осматривать уже готовые материалы. «Мои веролаши говорят, да что ж такое-то? Я уже по скайпу с ними, по всяким разговариваю. Они говорят, да что ж такое-то? Потому что идет съемка. Я же говорю, раз в неделю мы снимаем новый веролаш. Вот сейчас сняли. Сегодня вторник, да? Вот они смонтировали. Это была уже ночь. Значит, сейчас мне вот-вот пришлют уже готовый сюжет новый. Мы его весь разработали, и режиссер ушел снимать его. Ролаш, конечно, он ушел на телевизор, и уже мы теперь привыкли, потому что мы раньше переживали, потому что смотреть смешное надо вместе, потому что ты долдон, рядом засмеются». И действительно, общий показ «Иролаша» вызывает бурю эмоций у детей. Сами школьники признаются, киножурнал смотрят с детства и всегда ждут новых серий. «Я очень давно хотела увидеть Бориса Гречевского, и вообще все было здорово». «С детства смотрел «Иролаш», мне очень нравится этот мультсериал, и сегодня я узнал много нового об этом, о том, как это все создавалось, и было интересно послушать самого создателя». Борис Гречевский – российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, самое главное – художественный руководитель и вдохновитель детского киножурнала «Иролаш». Также Борис Юрьевич пишет стихи и исполняет свои песни, но, как отмечает, никогда не берется за вещи, которые не смог бы выполнить. «Если что-то у меня не получается, я хитрый, я не делаю, поэтому я или делаю на пятерку, или вообще не делаю. Вот вся моя задача. Я к себе редактор намного жестче и сложнее, чем кажется, поэтому я, например, если у меня что-то не получится, я аж долго не собирался петь, потом, наконец, я рискнул и вижу, что это получается». Также и с «Иролашем», который вышел в эфир в 1974 году и по сей день пользуется огромной популярностью, ведь режиссеры и сценаристы каждый день придумывают новые темы и сюжеты. Сейчас планируется запуск этого проекта сразу на нескольких федеральных каналах, а по всей стране открываются детские студии, одна из которых, возможно, в ближайшем будущем появится и в Благовещенске. Ростислав Азизов, Игорь Карпов, Первый областной канал. Богатая блондинка и бездомный. Два совершенно разных мира в один момент связывает история ценой в миллион фунтов стерлингов. На сцене ОКЦ развернулась нешуточная драма – спектакль «Женатый, но живой» по мотивам пьесы «Английская рулетка», которая уже больше 15 лет с огромным успехом идет в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Благовещенцы тоже оценили эту постановку. Почему? Узнаем следующего сюжета. Аншлаг. И виной тому главные герои спектакля – Анна Ардова и Максим Дрозд. С первых минут криминальная комедия московского режиссера Сергея Щедрина буквально приковывает внимание зрителей. Пожалуйста, повторите цифру. Один миллион. Пусть эти деньги надо будет заработать. Ну что же нашла она? Живущая в роскоши, убитая горем вдова в грязном, грубом, злоупотребляющем алкоголем мужчине. Он, как две капли воды, похож на ее погибшего мужа. В обмен на внушительную сумму бездомный примеряет на себя роль богатого, искушенного джентльмена только для того, чтобы убедить поверенных и поставить одну-единственную подпись в документах. Дорогая, я тут подписал чек на сумму моего гонератора. Очень здорово. Послушай, на самом деле, прямо просто подпись вички. Слушай, а ты далеко. Но так ли все просто? Очарование истории в том, что даже самый искушенный зритель, вплоть до финала, едва ли сумеет разгадать интригу происходящего. Внезапно лжемужа, которого все успели полюбить, хватает сердечный приступ. И в этот же момент на сцене появляется подлинный виновник торжества. Зрительный зал замирает от недоумения. А великолепная Ардова, еще минуту назад счастливой отобретенной любви, вмиг превращается в разбитую горем женщину. Страховая генка, это сумму страховки. В один миллион фунтов в сфере. Что ты должна сделать? Ты должна пособить, не нужны мне деньги. Верните мне моего любимого мужа. Ну, верните мне моего любимого мужа. Жизнь, сказал. И когда, казалось бы, афера удалась, сценарий на корню меняют судьба и чувства. Возлюбленный приходит в себя. Они собирают чемоданы и даже миллион уже не нужен. Несмотря на то, что этот спектакль был сыгран десятки раз, за кулисами Анна Ардова признается, в этот раз она волновалась как никогда. Ну, просто мы на фестивале его играем первый раз, так, чтобы жюри, чтобы я сегодня ужасно волновалась. Ну, потому что было жюри, я сразу так волноваться начала. Хотя мы его уже год играем и катаем. Максим прекрасный партнер, иначе бы я не работала с ним. Это, ну, вы же видели. Что же я буду вам говорить, вам же видней. Макс хороший очень партнер. Надежный. Большой, надежный. Российский Джеймс Бонс Максим Дрозд отыграв спектакль рассказывает, несмотря на разные амплуа, ему абсолютно комфортно работать на сцене вместе с Анной. Существовать мне в этом спектакле довольно комфортно в разных апостасиях находиться. И в качестве бомжа, и в качестве авантюриста, и в качестве пьяницы, и в качестве влюбленного, и в качестве деспота. Перекроенный под российского зрителя вариант английской рулетки пришелся по душе амурчанам. Кстати, билеты на этот спектакль стоили от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Елена Шеломенцева, Ирина Кобзарь, Игорь Карпов, Первый областной. О том, что случилось в зоопарке, Благовещенским зрителям рассказали артисты театра и кино Андрей Леонов и Андрей Чернышев. Благовещенский 23 сентября на сцене ОКЦ показали очередной конкурсный спектакль, который, кстати, так и называется «Что случилось в зоопарке». Что случилось в зоопарке? Да. Но сначала я скажу, зачем я туда пошел. Полная абсурда, неожиданности и глубокими чувствами история рассказывает о том, как совершенно разные люди могут быть так похожи, причем каждый в своем личном одиночестве. Герои пьесы Джерри и Питер. Питер – примерный семянин, у него жена, дочь и две кошки. Вроде все идеально, только вот он хочет сына и собаку. Джерри одинокий и живет в бедной комнатушке, промышляет о отношениях с девушками на одну ночь. И вот однажды Джерри, который шел из зоопарка, сам не зная почему, решает поделиться с совершенно незнакомым человеком своими чувствами. Зачем вы мне это все рассказали? Нет. Ну а что, нельзя? Я ничего не понял. Ну это не правда. Нет. Это правда. Это вы знаете, это правда. Это не правда. Я же старался. Не надо. Не надо. Пожалуйста. Нет. Я не хочу слушать. Не важно. Не понимаю. Хозяин у нее собаку. Нет. Нет. На протяжении всей встречи Джерри рассказывает своему новому знакомому о своей жизни. Монолог героя затрагивает тему одиночества отдельного человека в большом обществе и таких же людей, которые запираются в своих комнатах, предпочитая молча согласиться с тем, что им диктуют свыше. А порой просто делают вид, что ничего не слышат. Простите, вы как хотите, но мне пора домой. Сидите еще? Нет, 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 ничего. Спасибо. Отчего? Ой. Это философская притча, поэтому если кто-то пришел на комедию, он ошибся. Это скорее трагикомедия, рассказывает актер Андрей Чернышев. Как отмечает артист, спектакль прошел непросто. Были свои нюансы. Он прошел непросто. Не знаю, вот поэтому сложно, если бы спектакль был обкатан, можно было бы сказать там, что зритель, знаете, бывает, говорят, тяжелый или зритель благодарный. Поэтому я не знаю. Я склонен считать, что это мы что-то не дотянули. Где-то я чувствовал, что я, наверное, не до конца еще вот что-то где-то сыроват, чтобы зрителя любого там увлечь этим материалом. Но ничего, все равно спасибо, что внимательно слушали. Более часа на сцене разворачивается своеобразная психологическая борьба. Спектакль получил неоднозначные отзывы. Как отметили благовещенские зрители, пьеса оказалась довольно сложной для восприятия, но они рады встрече с любимыми артистами. Спектакль мы немножко не поняли, старались понять, да. Ну, вы знаете, наверное, смысл где-то очень так глубоко, что... Очень все понравилось. Молодцы. Мы очень рады и очень довольны, что хороший спектакль. Хороший. Я просто обожаю этих актеров. И мне понравилось все. Особенно Чернышов. Ну, конечно, немного трагично. Про душу, про человечность. Но мне очень понравилось. Что же все-таки случилось в зоопарке? А в зоопарке случилось то, что одинокий человек просто решил рассказать хоть кому-нибудь, что же творится в его душе. Однако в ответ услышал лишь недопонимание. Попугайчики приготовили обед. Кошки накрывают на стол. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Ростислав Азизов. Роман Юдаков. Первый областной. Заслуженный артист России, певец, актер и музыкант Евгений Дятлов выступил в Благовещенске в рамках фестиваля «Амурская осень» со своим творческим вечером. Причем в этот вечер в зале просто не было свободных мест. Чем привлек амурских зрителей кумир миллионов, расскажем прямо сейчас. Виноградную госточку, в теплую землю зарою, и в осу, поцелую, и спелой грозь я сорву. Вышел на сцену, взял в руки гитару и начал петь. Амурскому зрителю Евгений Дятлов сразу заявил, о себе рассказывать много не будет. Информации-то везде есть, а он лучше споет. О шикарном голосе актера амурские зрители были наслышаны, но вот, как говорится, оценить вживую смогли только сейчас. В исполнении Дятлова весь вечер звучали песни из советских и российских картин. «Бумбараж», «Земля», «Санникова» и другие. Объяснил артист просто, а все же фестиваль в этом году году кино посвящен. В перерывах между песнями артист понемногу делился со зрителями историями из своей жизни. В частности, рассказал о своем участии в шоу «Точь в точе», о том, как когда-то стал поклонником Михаила Боярского. И до такой степени он мне вот так нравился лица необщим выражением в плане вот каких-то эстрадных образцов. А тут актер, которого любишь по фильмам, и он, в общем, очень достойно на эстраде держится. И главное, что у него такой специфический голос, что я, ну там мне 14 лет, по-моему, был, и я думал, как это он так поет? Ну-ка, как вот это вот он берет эту песню? Зрители от такого экспромта были в восторге. Кстати, на творческом вечере Евгения Дятлова присутствовали не только амурчане, но и жители других регионов. Я гусь вашего города, поэтому предоставился случай, я пришла к вам в филармонию посмотреть концерт. Ольге Головиной возможность сходить на Евгения Дятлова тоже предоставилась случайно. Я на новостях в Инстаграме видела, что разоградутся билеты, кто первый придет, тот получит и вот. Наслаждались обществом артиста амурские зрители на протяжении часа. От Дятлов, надо заметить, концерт отработал на все сто, пел честно, откровенно и с самоотдачей. Халтуре в этот вечер на сцене места не было. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной. Ну а на этом у меня пока все. Торжественная церемония закрытия 14-го фестиваля кино и театра пройдет уже в понедельник. И, конечно же, ее мы тоже покажем в наших дневниках о морской осени. Вместо встречи с вами все тоже Первый областной канал. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова